Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Созависимые отношения с мужчиной, как из них выйти? Ну, выйти в созависимых отношениях, можно поработать с самооценкой, с личными границами и с страхами, которые, как правило, присутствуют у человека, вот вследствие чего он и находится в созависимых отношениях. Также, что очень важно, посмотреть, какие состояния вы испытываете рядом с этим человеком. То есть, вот что это за состояние, как вы себя с ним чувствуете? Дело в том, что если мы говорим о созависимости, то многое в них, то есть в созависимости многое, определяется именно состояние человека. Вот. То есть, человек тяготеет к тому, как он себя чувствует с другим. Вот. Нравится нам это или нет. Поэтому так из созависимых отношений выходить и нужно. Иногда иногда говорят еще и о таких факторах, как потребности. То есть, мы находимся в созависимых отношениях, потому что у нас есть определенные потребности. которые мы пытаемся реализовать через человека. Вот. И, соответственно, нужно определить, что это за потребности. вот. И посмотреть, и посмотреть, как вы могли бы по-другому их реализовать. Дальше. Парень написал вот такое сообщение, когда спросил, какие факторы его заставляют путаться. Путаться в чем? Не только ссоры, но и факт от того, что я совсем не гулявший. Это звучит странно, но я все-таки чувствую себя неопределившим, что я хочу. Наверное, я также не чувствую себя семейным человеком. Мне часто кажется, что одному было бы лучше, чем дополнительно принимать ответственность еще за кого-то. Но также есть сторонние факторы, вроде большого количества работы и желания больше зарабатывать, а на отношения, но не деньги, а время все-таки. Есть ли смысл после такого что-то продолжать? Ну, я бы сказал, что здесь многое зависит от вас. Вас. Именно от вас. Именно от вас. Если вы хотите, если вы к человеку что-то чувствуете, то смысл продолжать, конечно, есть. Если вы к человеку ничего не чувствуете, например, то в таком случае смысл продолжать, конечно, нет. А вопрос вызывает то, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете нас о том, есть ли смысл продолжать или нет. Вот. Это довольно интересный момент, потому что за вас мы это не решим. Мы не решим за вас, как вам быть со своей жизнью, как вам ей распоряжаться. И как распоряжаться временем, которое вы уделяете другому человеку, например. Это все определяете исключительно вы. Поэтому, как вы сами хотите, вот, когда речь заходит о, допустим, мужчине. Да. А что вы чувствуете по отношению к нему? Что вы чувствуете, когда, например, вы смотрите на него? Вот попробуйте описать всю гамму чувств. Попробуйте выделить из этой гаммы чувства, которые вам кажутся, ну, адекватными. То есть, ну, правильными. Попробуйте выразить их. Попробуйте заметить, какие чувства вам кажутся не совсем корректными. Попробуйте выразить их. Вот. Хотя бы вслух. Пока не обязательно, мужчине. Не обязательно. Просто вслух. А просто озвучить, хотя бы для начала, это было бы уже неплохо. Вот. Понимаете, да? Потому что на данный момент очень, очень как будто бы похоже, что вы не определились с своими чувствами, что вы не определились с тем, что вы чувствуете к человеку, что вы чувствуете к человеку. Вот. Если это так, если это правда, вот. Если вы, ну, на самом деле, не определились с тем, что вы чувствуете к человеку, вот. То, естественно, вы пытаетесь опереться на него. Вот. Ну, и то, что у вас не совсем получается это сделать в данном случае. Вот. То, что это вызывает определенную негативную реакцию с вашей стороны. Это абсолютно нормально. Может быть даже это вызывает злость и обиду и так далее. Вот. Что касается машины, то, ну, у него вот есть такая позиция. Вот. У него есть. Такая позиция у него есть, вот. Вот. Так он себя сейчас чувствует. Вот. И в общем и целом вам нужно себя спросить, а как вы к этому относитесь? То есть, принимаете ли вы вот такую, такое его ощущение или нет? Если не принимаете, то почему? Не в смысле того, что вы должны принять. А в смысле того, ну, аргументы какие? На что вы опираетесь, когда думаете или чувствуете, что не можете это принять? Вот. Вы не должны. Вы не должны делать ничего такого, да, чего, по-моему, не хотелось бы. Дальше. При этом человек якобы не хочет расставаться и часто может признаться в любви, а затем забрать слова обратно. Ну, это похоже на манипуляцию. На мою бурную реакцию ответил один сама спросил об этом, но вот я опять вот именно вот. Смотрите. Что за бурная реакция ваша? То есть, понимаете, вы здесь пытаетесь сказать, вы здесь пытаетесь сказать, что ваша бурная реакция это что-то нормальное. Но у меня складывается такое впечатление, что вы пытаетесь заставить человека быть таким, как вы хотите его видеть. При этом, на мой взгляд, есть небольшое противоречие, если вы говорите, что ваше отношение созависимое, да, то из созависимых отношений человек хочет выйти. Он хочет их завершить. Вы пишете свое сообщение в таком ключе, как будто вы хотите понять больше человека, нежели чем в завершительном отношении. И тогда я должен вас спросить, почему вы решили, что ваши отношения созависимы? Уверены ли вы, что хотите из них выйти? И то, что я написала, то, что вы написали, то, что вы написали, как это, то, что вы написали, поможет вам выйти из отношений с ним. Вот это очень интересный, как мне кажется, момент. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь, полный ответ позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Ще-то! Доброго!